Всем привет! На самом деле я записываю вступительную часть спустя 7 часов после того, как я закончила съемку видео. Дело в том, что я собиралась с вами в реальном времени и просто не успела, потому что торопилась на встречу с подругой. Мы решили заранее отпраздновать 8 марта, встретиться, поболтать. Я надеюсь, что вы мне это простите. Сегодняшний макияж я буду выполнять аналогами или просто альтернативами люксовой косметики. Я постаралась найти замену всему самому лучшему, поэтому сейчас вы можете наблюдать, как выглядит мой макияж спустя столько часов. Я должна признаться, что я немного подправила помаду в центре губ, потому что мы ели пасту, пили латы, ну и пришлось это сделать. Зато свотч, который я сделала много часов тому назад, мне так и не удалось отмыть. Если вам интересно, чем же недорогим я воспользовалась, то обязательно досмотрите до конца. Но так как видео получилось очень длинным, я уже это знаю, я решила объявить розыгрыш в начале. Мы с моим постоянным партнером Makeup.ua, крупнейшим интернет-магазином на территории Украины, объявляем очередной розыгрыш на моем канале. Причем призом будет то, что лично я выбрала для одной из вас. Если бы я могла, я бы вот такой набор подарила каждой из вас, потому что каждая этого заслуживает. Как обычно, условия розыгрыша, конкурса, называйте это как хотите, вы найдете в инфобоксе. Ну и самое главное, что же можно выиграть? У меня просто не сходит улыбка с лица, потому что я обожаю дарить подарки. Это метеориты от марки Guerlain в оттенке Miriam. Далее, любимый бальзам от марки Clorans в оттенке 6. Это пыльно-розовый бальзам для губ, который прекрасно увлажняет губы на каждый день. Мне кажется, что он настолько универсален, что он подойдет и понравится каждой из вас. Палетка теней, о которой я сама мечтаю, от Debalm. Называется она Nude Dude. И здесь вот такие приятнейшие оттенки, которые подойдут и понравятся каждой из вас. И вы сами убедитесь, насколько качественные тени у этого бренда. И это еще не все аромат, который мне хотелось бы подарить одной из вас именно весной. Потому что он настолько нежный, он настолько мягкий, но он настолько женственный. И я сама с огромнейшим удовольствием использовала целую баночку. Это Miss Dior Blooming Bouquet. Здесь роза, но она такая нежная, ненавязчивая, современная, пионы и много-много всего остального. Обязательно участвуйте в конкурсе и не забывайте заглядывать на Makeup UA за подарками для себя любимых и своих близких. Ну что, давайте наводить красоту. За окном еще далеко не весна. У нас на самом деле мороз, поэтому я до сих пор делаю упор на интенсивное увлажнение, питание и защиту кожи. Я уже нанесла увлажняющий крем от марки Lumine. Он очень базовый, но прекрасно справляется со всеми своими заданиями. Еще имеет приятный аромат и не оставляет никакой пленки на лице. Если ищете что-то универсальное, что будет подходить под макияж, и у вас сухая нормальная кожа, возможно даже комбинированная, то вот это классный вариант. И под глазами у меня питательный крем от марки Nakomi. У него очень хороший натуральный состав на основе органового масла. Я считаю, что по своим свойствам он может посоперничать не с одним дорогущим кремом под глаза, поэтому присмотритесь к нему. И сегодня, девчонки, я начну с нанесения увлажняющей, сияющей базы, которая придаст нашему лицу свежесть. Я буду пользоваться базой от марки Golden Rose. На сайте Makeup Store вы найдете большую часть косметики Golden Rose многих польских брендов. Я обязательно оставлю все ссылки, заглядывайте. Я считаю, что этой базой можно заменить базу от марки Tom Ford. С одной небольшой разницей я сейчас говорю о эффекте, который мы получаем, потому что, конечно же, у них не одинаковые ингредиенты, упаковка и все остальное, но обе базы жемчужные, только вот эта база, она действительно питательная, и она не универсальная, больше для тех, у кого сухая кожа. Я ее обожаю и использую очень экономно. Вот эта база от Golden Rose, она также имеет жемчужное сияние. Давайте уже буду начинать краситься, а то вечно я болтаю, потом видео получается на 30 минут. Вы очень меня просили попробовать кисти от Luxe Visage. У меня собралась уже внушительная коллекция. Так что начну я с кисточки, которая предназначена для нанесения тональной основы, но я не очень люблю такие, поэтому воспользуюсь ею для того, чтобы нанести базу. База имеет очень приятную андушку и не слишком сильное сияние, при этом быстро впитывается и красиво просвечивается из-под тональной основы. Немножко и приятная. Теперь готовьтесь, потому что я открыла бомбу замедленного действия. Что-то, что способно заменить тональное средство от Armani, которое стоит от 80 до 100 долларов, в зависимости от того, где вы будете его покупать. Итак, это тональный крем от марки Everline. Это их новинка. Я сама не ожидала, но оно еще красивее выглядит на коже. И оно настолько универсальное, оно настолько быстро наносится, если вы спросите меня, что лучше, катрис или этот тон, однозначно этот. И тут вообще база ни при чем, потому что я его ношу уже целую неделю. Он не забивает поры, он не скатывается вообще. Он просто в безупречном состоянии на протяжении всего дня. Тон я буду наносить кистью Kabuki от марки Luxe Visage. Мне нравится, что у них качественная деревянная ручка и борс мягкий, но мне хотелось бы, чтобы кисть была еще более плотно набита и чтобы срез был прямо идеально ровным. Ну, поехали. Само по себе тональное средство довольно жидкое, но оно неплохо перекрывает. Это где-то средняя плотность покрытия, и он как будто застывает на месте, никуда не сдвигается. Он сглаживает рельеф кожи. И, не знаю, для меня это один из лучших тональных кремов вообще, из тех, которые я пробовала за последнее время. Он даже переплюнул тон от L'Oréal, потому что он гораздо легче и быстрее наносится. То есть два раза махнула кистью, готово. Он немножко темнеет, буквально на полтона, но этим грешат даже дорогие тональные кремы. Я вам на полном серьезе говорю, что он потрясающий. Этот тон не матовый, скорее сатиновый, то есть на коже он выглядит очень живым, но без влажного сияния. Я думаю, что благодаря этому он как раз многим и понравится. Не подчеркивает поры. Я даже иногда ношу его без пудры. Это просто что-то невероятное. Дальше я воспользуюсь консилером от марки Maybelline. Я наконец-то его купила. Все оттенки я укажу в инфобоксе. И мне кажется, что он очень сильно напоминает консилер от марки Nars. Я бы дорассказала, что это полные аналоги. Он как будто кремовый, но при этом он сухой. То ли у меня под глазами он кажется таким. Это неплохо. Благодаря своей текстуре он как раз и застывает, и он не скатывается. Он классный, он хорошо перекрывает, он немножко темнеет, где-то на один тон. Но это не немножко. Достаточно, учитывайте это. Вот. И оттенки, ну, у нас такие. Я, конечно, не жалуюсь, потому что я нашла свой. Я люблю желтые консилеры. И не самые светлые, но было бы неплохо, чтобы были оттенки посветлее. А так, конечно, это очень удачный консилер. С этим никто не спорит. У меня на лице немного проступает краснота, поэтому я дополнительно воспользуюсь консилером от марки Catrice. Это жидкий камуфляж, и он является достойной заменой Pro Longwear от MAC. На все лицо я нанесу небольшое количество прозрачной пудры от марки Vivo. Воспользуюсь кистью от марки Escalo. Она не бюджетная, она синтетическая, очень мягкая. И она настолько мне полюбилась, что я вот еще раз вам говорю, что я пользуюсь этими кисточками, и они классные. И я, кстати, больше о них расскажу в фаворитах зимы. Ну что, давайте вот так немножечко припудрюсь. Я не стану наносить пудру под глаза, потому что этот консилер суховатый. Если вы хотите более увлажняющий, то у Maybelline есть Fit Me. Их уже завезли в Польшу. Я думаю, что в России они тоже должны вскоре появиться, и в Украине одновременно. Вот этого достаточно. Эта пудра не слишком матирующая, но она, как я сказала, универсальная. Брови я оформляю моей бюджетной находкой. Это тени для бровей и тени для глаз 2 в 1. Мне бы хотелось слегка более теплый оттенок. Но мне кажется, что вот этот номерок 402, я его купила недели 3 тому назад, он подойдет большинству девушек, потому что он такой правильно серо-коричневый. Это и тени для глаз, и тени для бровей. Если для бровей он вам не подойдет, то без проблем сможете использовать его для глаз. Сейчас, когда бледная, и мои выгоревшие пшеничные волосы отросли, сейчас у корней они более холодные, этот оттенок мне очень даже подходит. Нанесу немного контуринга из палетки от Vivienne Sabo. Я слышала, что она входит в постоянную продажу марки, поэтому вы без проблем ее купите. Раньше она была лимиткой, и воспользуюсь кистью от марки Luxe Visage. Я сейчас поняла, что у меня есть идентичная кисть от марки Цуива. Работают они точно так же, поэтому могу вам сказать, что это абсолютный аналог. По-моему, я немного перестаралась с правой стороны. Типа я похудела к весне. Просто раньше я наносила это же средство другой кисточкой, и не было никаких, ну не то чтобы проблем, но я во всяком случае больше контролировала процесс. Возьму немножко золотистого бронзера. Им я заменю мой любимый MAC, который уже недоступен. Он тоже с небольшим шиммером, но его практически не видно. И это такой золотистый бронзер. Это палетка, ну то есть такое дуо от марки Liren. Кисть у меня барокко, тоже просто обалденная. Вы мне писали, что вы знаете эти кисти, что они давно представлены в продаже в ваших странах, и я их по достоинству оценила. Вообще-то румяна можно было бы взять отсюда. Они сатиновые и очень красивые, в холодном розовом оттенке. Но так как я перестаралась с контурингом, то мне надо что-то очень светлое, и у меня есть красивейшие румяна от марки Luxe Visage. Они чем-то напоминают мои любимые Welldressed, но они еще более нежные. То есть для того, чтобы их нанести, и чтобы их было видно, и, к примеру, вот так как у меня иногда бывает тяжелая рука, или я пробую разные кисти, я выбираю именно такие средства. Поэтому возьму тон 1, воспользуюсь кистью от Luxe Visage. Она синтетическая, и мне кажется, что она слишком плотная для бронзера или контуринга. Ну, разве что они имеют очень слабую пигментацию, тогда да. Ну, а для моего случая это как раз то, что надо. Вот, открывайся. Сразу такая свежесть на лице. Мне кажется, что в феврале и марте я хуже всего выгляжу. С меня прям хватит зимы. Сейчас мои реснички активно выпадают, и появились огромные пробелы. Скорее всего, просто обновляется ресничный ряд. Ну, чтобы это все скрыть, надо еще постараться. И в этом мне помогает тушь от Vivienne Sabo. Жалюзи. Вы говорили, что правильно так читать. Я уже нанесла базу под тени. У меня это Kiko. Это лимитированная коллекция прошлой осени. Но она мне очень нравится. Сейчас я буду пользоваться вот такой палеткой. Это тоже марка Everline. Она обалденная. У них сейчас появилось целых три. Одна нюдовая, вторая вот эта пыльно-розовая, и третья под названием то ли Fire, то ли Burn, как-то так. Но она просто бомбическая. Я видела несколько отзывов на вот эту яркую, такую насыщенную, в теплых коричневых оттенках. Там и золото есть, и девчонки просто пищат от восторга. Я обязательно куплю ее, но она везде распродана. Если я найду ссылку на мейкапе, то я обязательно оставлю. Сейчас буду пользоваться этой, и хочу сделать просто освежающий, нежный макияж, который, ну не знаю, мне кажется, что на 8 марта как раз замечательно подойдет. Палетка состоит из матовых, шиммерных и сатиновых оттенков. Их можно наслаивать, можно сделать такой нюд, а можно что-то вечернее, интересное. И мне кажется, что это достойный аналог. Ну, может не совсем, но точно классная замена палетки от Urban Decay под названием Naked 3. Я взяла вот такую кисть от Luxe Visage. На ней нет номерка, но это одна из тех кисточек, которая мне понравилась. Я взяла матовый оттенок из палетки и просто припудрила все веком. Возьму вот этот оттеночек. Кисть у меня Escalo. Эти тени имеют отличную пигментацию. Они без проблем растушевываются, наслаиваются. Но если сравнивать темные оттенки и Naked 3, то, конечно, Naked 3 лучше. Очередная кисть Escalo. Это F707. Беру оттеночек потемнее, также матовый. И вот этот наслаивается просто до гениального смуки. Но сегодня я делаю что-то нежное. Этот же цвет на нижнее веко. Кистью Escalo R810 набираю такой сатиновый и коричневый и нанесу на нижнее веко. Вот эти два шиммерных оттенка лучше наносить влажным способом. И они мне меньше всего понравились. Я же сейчас возьму вот этот и просто нанесу на все подвижное веко. Розовый карандаш от марки Catrice. Сейчас у них появился каял, который я все никак не могу купить. Наверное, потому что он хороший. Хайлайтер в уголок глаза из вот этой палетки. Вот это натуральная кисть от Luxe Visage из Соболя. Хайлайтер на все лицо. Нанесу вот этой кистью от Barocco. Она, конечно, обалденная. Очень интересная. Затемняю линию роста ресниц для того, чтобы они казались гуще. Я только что ввела губы при помощи карандаша от Luxe Visage в номере 207. И сейчас воспользуюсь жидкой матовой помадой от марки Belle. У нее приятнейшая формула. У нее настолько уникальный оттенок. Сейчас не буду искать. Напишу в инфобоксе. И он очень сильно напоминает мне цвет кушена от Lancome. Он матовый. Но, если честно, то в помаде от Belle есть немножко таких холодных оттенков. И мне кажется, что если смешать мои любимейшие оттенки матовых помад, то получился бы вот такой от Belle. Давайте накрашу, и вы поймете, о чем я говорю. На этом мой весенний, освежающий, при этом недорогой макияж готов. И в начале видео, скорее всего, вы смогли убедиться, как это все выглядело спустя 6 часов, может даже больше. Не знаю, сколько меня не будет дома. Я надеюсь, что вам было интересно. Вы открыли для себя какие-то новые косметические средства. И еще раз поздравляю вас с наступающим женским днем. Хорошего вам настроения. Целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok